Всем привет! Сегодня у нас новости Турции. Давайте начнем, приступим. Сегодня будем говорить о карантине, о наших новых правилах, о нашем новом закрытии. Да-да, это в себя, знаете, не заставило долго ждать. Прошло буквально полторы недели с последним моего видео о новостях Турции. События по поводу карантина у нас развиваются. Я хочу сначала сделать объявление. Мои любимые подписчицы, кто летит в декабре, в январе месяце из Новосибирска в Стамбул, если вам не трудно, дайте мне, пожалуйста, знать. Я оставляю почту под видео, вы мне напишите, пожалуйста. У кого есть желание мне помочь, мне кое-что нужно передать из России. И я, конечно же, в долгу перед вами не останусь, заплачу вам. То есть все это будет очень открыто, прозрачно. Если бы вы хотели мне помочь, передать мне какие-то вещи из России, я была бы очень признательна. Так что почта для вас внизу. Напишите, пожалуйста, отзовитесь, если кто-то летит через Новосибирск в Стамбул. Буду очень-очень признательна. И сразу еще тут немножечко пунктик сделаю. Мне очень многие спрашивают, как моя мама. Спасибо большое, что интересуетесь. Буквально последние несколько дней мама наконец-то выписалась. Она провела в больнице порядка месяца. Сейчас она на долечивании на дневном стационаре дома. Ну и без последствий, конечно, не обошлось. Она долечивает свои осложнения от ковида. Так что я все равно рада, что так закончилось, как она болит, что-то жалуется. Я говорю, мама, слава богу, ты чувствуешь боль, потому что ты жива. Это самое главное. Так что всем, кто интересуется, большое вам спасибо. Мне очень это приятно. Ей в том числе. Она вам тоже привет передает. Когда она ко мне в гости прилетит, мы обязательно будем вместе снимать с ней видео для вас. У вас, если будут вопросы на какие-то темы, она с вами поделится, расскажет. Давайте к новостям Турции. Что у нас произошло? Произошло очень многое. Ну, для меня давайте с самого начнем такого, чем я переживаю, да, живу. Все-таки в итоге провинции именно в Стамбуле распоряжение мэра Стамбула закрыли у нас и частные, и государственные, вообще все садики. 7 декабря, включительно по 3 января, то есть понедельник 4 января, если ничего не изменится, дети типа возвращаются к учебе. Но мы на что не надеемся, как всегда даты могут передвигать. И, в общем, короче, тут что было? Господи, у нас так социум на два лагеря и разбит. Мамки против мамок, на улице пенсионеры против детей и так далее. Ну, мамки подавали петиции, нам еще неделю оттянули, мы походили, порадовались. В итоге нас прикрыли под благим намерением, что это чисто типа для нас. Проверки садиков делают, они не соответствуют нормам обработки для ковида. Но всех прекрасно знают, что так уже давно уже все частные садики, всем, что нужно по правилам этим 14 ковида, они всем обладают, дезинфекцию делают. И, ну, короче, вы поняли, да, под благим намерением. Потому что боятся вот этих петиций, жалоб материнских. И, скажем так, все равно добились они того, что хотели. Все это закрыто. Ну, окей. Детям и пенсионерам. Пенсионерам от 65 и старше, детям до 20 лет, а я, по сути, и студентам тоже, школьникам и младшим детям. Всем, так остается выход детям с часу до 16.00, пенсионерам с 10 утра до часа дня. Но всем-всем вообще в любое время нельзя пользоваться общественным транспортом, автобусами и метро. Только такси может или там на частном автомобиле. Общественным транспортом запрещено. Автобусы гоняют в полупустые, никто не ездит. У нас очень хорошая погода, когда вы это видео сейчас смотрите. Я его записываю за день раньше, до того, как вы его увидите. Эти выходные у нас комендантские два дня. То есть мы не выходим вообще со своего двора. Это уже по всей стране, не только в Стамбуле. Правило такое, что можно выйти в аптеку, в больницу. Супермаркеты продуктовые в эти дни работают на доставку интернет-заказов своих. То есть, по сути, купить продукты онлайн ты можешь. Но такая очередь будет, поверьте, как бы правильно выразиться. Не захочешь ты заказывать, или сайт зависнет, или приложение в телефоне. Попробуй что-нибудь купи. Поэтому все покупают продукты заранее. Два дня не выходим из дома. Только в своем дворе, если у тебя есть территория, там можно гулять. Если у вас там всякие детские площадки, теннисные корты или еще всякая такая ерунда, это тоже посещать, кстати, нельзя. Скорее всего, или охранники будут гонять, или у некоторых это уже в дворах обмотано пленкой, чтобы никто там этим не пользовался и, короче, бактерий, типа, не рассеял и все такое. Вот эти два дня будут. Я думаю, честно скажу, что это будет так каждые выходные уже, потому что Новый год планирует. Еще как бы окончательного решения нет, но уже рассматривают и планируют, уже об этом в СМИ говорят. Уже на обсуждениях тема такая, что Новый год с 31 по 3 января комендантские дни. У-ху! То есть 4 дня вообще выходить на улицу тоже нельзя. Почему люди здесь негодуют? Да, я все равно все рассказываю с точки зрения людей, как они к этому относятся. Первые люди сейчас злятся на садики, школы, всю эту историю, потому что мы, как весной, все дома не сидим. Дома сидят сотрудники, ну или не проработают, я имею в виду, вот так скажем. Они на дистанционку никого там не переводили. Не работает сейчас сфера только ресторанного бизнеса, и учителя из домов ведут свои уроки онлайн, по сути, и обучение продолжается неочное. А родители-то на работу ходят, детям, детей девать некуда. Вот я честно не представляю, реально. Папа, мама работают, рядом никого нет помочь. Многие есть, не все же табором, понимаете, турки живут. Есть те, которые из других городов переезжают, или их родственники где-то в деревне, или в маленьком городе где-то подальше, да. Некому помочь, куда? Вот вообще 7 декабря родители должны деть своих детей, разве что брать с собой на работу куда-то в офис, честное слово. Не у всех есть деньги на нянь, в конце концов. И няни на расхват еще попробую найти. В общем, ситуация очень глупая. Потому что это чисто только в Стамбуле. Потому что сами по себе садики, учебные заведения, вспышек заболеваний инфекционных, ну ковида, короче, зарегистрировано в Стамбуле не было. Это не самый разносчик заразы. И вот второе, что людей здесь, местных жителей, очень раздражает, сейчас скажу честно и бесит, то, что страна до сих пор продолжает зарабатывать на туристах. И правило комендантского часа штрафов 3150 лир, если ты вечером после 20.00 ходишь, шарахаешься по улицам, там до 5 утра у нас каждую ночь, типа выходить нельзя. За это мы платим 3150, если тебя поймают. А для иностранцев этого штрафа нет. Пути сообщения, перелета для туристов, что хочу сказать, вы можете лететь, ничего, ни справок, только в маске летите и все. Ни справок, ни тестов, ничего не спрашивают в аэропорту. Обычные визовые условия, как всегда когда-то были. Ничего не изменилось. Туристы едут, их небольшой поток, но он есть. И многие едут в Анталию, сейчас отели остались, многие работать продолжают на туристах. Зимние отели с теплыми, которые бассейнами. Все точно так же. То есть деньги, получается, мы на туристах продолжаем зарабатывать, но при этом оберегаем и страдают местные жители, которым некуда деть своих детей, в которых закрылись рестораны в крупных городах, вот в Стамбуле, например, куда администраторы, официанты, менеджеры ресторанов, повара, куда все они, то есть что, на что они должны? Месяц семью свою кормить и кредиты платить. Да, получается так. И если поймают туриста, ему штрафа нет. Он турист, ему можно гулять. А ты, как гражданин здесь страны, ты, пожалуйста, ты плачешь 3000 лир. Офигеть, как классно. Вот это людей сейчас здесь очень сильно раздражает. И, то есть, получается, у вас сейчас туристы неприкосновенные. Им можно фактически все. Но, честно скажу, просто если на Новый год лететь, если у вас есть компания, с кем здесь отметить, там, друзья, к парню вылететь, это окей. Но если вы как турист планировали, честно скажу, на Новый год здесь делать будет нечего, потому что до 3 января включительно будут закрыться все торговые центры, рестораны. Отели работают, пожалуйста, но из отеля вам, как туристу, выходить можно, штрафа не будет, но идти просто некуда будет. Чисто гулять реально ногами или на такси ездить по историческим пустым местам. Ну, в этом определенный кайф есть. Кто любит историю, да, окей, это было бы интересно, безлюдно погулять по историческим местам, но многие музеи, они закрыты. Там надо индивидуально смотреть, какие-то музеи работают, какие-то нет. Ну, сейчас, подождите, до Нового года у нас так все меняется, может, еще и музей какие-то прикроют. В общем, с этим вообще никто ничего не понимает, не зарекается, все очень активно быстро у нас меняется. Вот такие дела. То есть мы сидим сейчас на вот этом карантине дома по выходным, я думаю, так и продолжится. Слава богу, знаете, одно, что радует, что у нас за окном хорошая погода на этих выходных, плюс 15, солнышком, без дождя. И вообще хочу отметить, что в этом году именно в Стамбуле зима, фу-фу-фу, не знаю, где постучать, довольно-таки мягкая. У нас прошел фактически сухой ноябрь, а обычно с ноября, октябрь, ноябрь, декабрь, январь и февраль у нас льют дожди. Бывало такое, что дожди месяцами льют. Бывало, что снег в ноябре уже выпадал, выпадал. На Новый год обычно он бывает. Но средний градус не низкий. У нас у замарсков еще таких не было. И довольно-таки сухо. Но с другой стороны, вот тоже новости Турции, Стамбула в частности, у нас здесь довольно-таки сухо. И запасы воды в городе заканчиваются на поливку всяких. Знаете, у Стамбула очень зеленые там парки, поливка газонов различных. Вся вот эта коммуникация в Бельде, государственная, да, вот то, что районы поливают. Это же все из дождевой воды идет. И эти, скажем так, у нас определенная засуха. Это даже видно там по газонам, поливалок. Никто никаких не открывает. Естественно, все, что тут дождя, а дождя нет. И вот эти запасы воды для обустройства, для хозяйства, они, кстати, в Стамбуле заканчиваются. Что хочу сказать по теме Макрона, Франции, терроризма, по теме конфликта с Грецией за нефть и все прочее. Это все ушло на дальний-дальний план. Вот уже 3-4 недели наша тема. Это ковид, ограничения, корона, заболевшие новые. Потому что статистика просто рвет даже весенние показатели. Так же, как, кстати, и в России. Это ужасно. И было очень интересное такое выступление, когда, скажем так, сначала министр здравоохранения Труции проболтался о том, что по показателям статистика какая. И сказал, что по тысяче заболевших не на страну, это было неделю назад, а на один Стамбул у нас. Все такие, и начали такие стопе-стопе, что происходит. Что там у нас, что по статистике. И через день буквально он вышел с обращением, с интервью. Скажем, тогда дал пресс-конференцию о том, что да, статистика это по Стамбулу только такая жесткая. То есть нам, по сути, открыли настоящую статистику. И только в Стамбуле было еще неделю назад в день по тысяче новых заболевших. Ну что, вот так. Пока что про оптимизацию коек не говорят. Пока всем вроде бы как хватает. Но госпитали, конечно, забитые. Меня спрашивали про лекарства. Лекарств тоже хватает здесь. Здесь нет такой гонки в аптеках за какими-то лекарствами. Очереди в аптеках нет. Чтобы все сметали, скупали. Обычные препараты все есть. Цены не поднялись. Вот буквально я покупала несколько дней назад отревин детский ребенку в нос пшикать. По сути, сезонный такой насморок был. И отревин стоит так же, как он весной стоил год назад. Кстати, у нас детский отревин стоит 11 лир. Это 110 рублей. Кстати, дешевле, чем в России почти в два раза. Вот. Цены не поднялись на обычные лекарства. Все в порядке. Коллапса такого нет. И главная новость. С 11 как бы пока что официальная информация, но может быть она изменится. С 11 декабря Турция планирует массовую вакцинацию. Купили 50 тысяч первых вакцин. Сначала была информация, что из Германии, Pfizer. Мы такие, ооо, многие такие, да, я привился. Бесплатно это будет. Скажем так, на добровольных началах кто хочет. Кто больше всего боится заболеть. А потом появилась информация, что вакцина все-таки китайская. Все такие, у-у-у, поубавились немножко, да. Так что ждем информации. Я честно скажу, что к тому, как у нас было раньше, конечно, не верится, что с 4 января, типа, там, закончится карантин. Но с другой стороны, если реально начнут прививать 11 декабря, это же все рассчитано, чтобы были результаты и так далее. И статистика, по сути, к 3 января должна уже, если она пойдет вниз, то у нас все это закончится. Я имею в виду ограничения по времени, по детям, по садикам, по обучению и все такому прочему. Если она будет, то и статистика хотя бы в плату выйдет, нам все равно все это оставят, потому что если опять выпускать людей, люди не слушают, людям наплевать. Так что будет все только хуже. Так что поживем, посмотрим, все будет зависеть от того, начнется ли сейчас у нас вакцинация. Я думаю, конечно, начнется, мы ориентируемся на Европу, но вакцину закупили в Китае, наверное, дали хорошую скидочку, еще неизвестно почему. Пишите ваши комментарии под видео, оставляю посту для ваших вопросов и писем. И еще напомню, девочки, кто летит в декабре-январе из Новосибирска в Стамбул каким-то образом, или у вас знакомые какие-то, помогите мне, пожалуйста, если вам не трудно и хотите мне как-то помочь. Я в долгу не останусь, привезьте мне кое-какие там вещи из России, буду очень признательна. Спасибо вам большое за внимание, ставьте лайки к этому видео, это помогает каналу, его росту, статистике. Спасибо вам большое, скоро увидимся, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok